Президент России Владимир Путин объявил о начале перечисления единовременного пособия на школьников со 2 августа. Социальная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, воспитывающим детей в возрасте от 6 до 18 лет. На каждого ребенка школьного возраста правительство выделило по 10 тысяч рублей. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы спросить у мам и пап, пришли ли им деньги и что они смогут на них купить. Получила деньги 10 тысяч 2 августа, потратили на школьные принадлежности уже, правда хватило только на школьные принадлежности и спортформу и все. В принципе, ну, все хорошо, в школе почти готово. Для каждого родителя помощь нужна, как бы, да, и для школьников нужна. Но, наверное, это маленькая сумма для того, чтобы подготовить ребенка к школе. Не хватило, если бы 100, может быть, хватило, а 10, может быть, на канцелярию влезем. Не больше. Примерно, можете сумму сказать, чтобы собрать ребенка? Ну, как минимум, хотя бы 1050, если, опять-таки, на дистанционное обучение они переведут. Если дистанционное обучение, опять-таки, надо покупать компьютер новый, потому что старый не очень работает и все остальное. Нет, пока еще не получали. Подали просто вчера только. Ну, как вы считаете, вот 10 тысяч, это достаточно, чтобы собрать школьника? Ну, смотря в какой ценовой категории. Для кого-то хватает, для кого-то нет. Как ты считаешь, 10 тысяч хватит тебе собраться в школу? Что тебе необходимо? Конечно, конечно, хватит 10 тысяч. По-моему, даже много. Ну, ладно, чем больше, тем лучше. Как бы качественные канцелярские принадлежности, значит, и ученики будут учиться в приятных условиях. И хорошо учиться. Вы пришли на карту, все нормально. Как обещали, так оно и есть. 10 тысяч за школьника. Это для взрослого сына. Ну, да, достаточно. В принципе, должно хватить, я думаю. Напоминаем, что обратиться за пособием можно до 1 ноября 2021 года. Для этого необходимо подать заявление через портал Госуслуг и обратиться в отделение пенсионного фонда.